здравствуйте друзья у нас светлана зачитывает интересный вопрос давай свет здравствуйте михаил я михаил из москвы и из москвы тоже из москвы до 3 года смотрю ваш канал участвую в онлайн ваша со светланой каф благодаря вам у меня столько только созидание позитив так у меня вопрос буду очень признателен если в обозримом будущем вы найдете время и желание на него ответить а если поучаствует светлана то бишь я вот в войне признателен не светлана кафа светлана супруга все светланы все михаил мы семья четырех человек двумя детьми нам 33 32 года оба рыбы если важно жена дома с детьми 6 лет назад у нас родились очаровательные дочи сын двойня жена окончила факультет психологии бэгэу в уфе родом оттуда училась на разных курсах в общем это и истязь богу это башкирский госуниверситет даже работала немного слонка больными но это тяжело постоянно занимается саморазвитием где-то может быть близко к эзотерике мне тоже это очень нравится по моему не во многом здравый взгляд и она интересный собеседник иначе бы я не женился мы познакомились через интернет 11 лет назад мне нравится как она относится к воспитанию детей и люди тянутся к ней за помощью хорошая такая девочка но материальном плане наши взгляды сильно расходятся я окончил нефи факультет кибернетики и работаю в айти банках системный аналитик неплохо зарабатываю умею откладывать рационально распоряжаться средствами веду учет четко знаю на что и сколько мы тратим но жена совсем другой человек признаться она и до рождения детей не особо старалась зарабатывать и зарабатывать большая часть времени была дома не то чтобы она ничего не хочет материальном плане наоборот на нее расходуется значительная часть средств на нее если у нее есть деньги она их тратит в основном на дело но по моему нерационально откладывать планировать и считать не и коню она считает что деньги сегодня есть завтра их нет а вообще мой счет ее напрягает потому что когда я даю денег я хотел бы знать на что они расходуются а она считает что я зациклена материальным вообще везде пытаюсь постелить соломку я считаю что причина такого отношения в том что она никогда себя не содержала когда тратишь частично заработанное у тебя семья не рассчитываешь только на себя прибавим сюда небогатое детство и юность коммуналке этого не объяснить я не вижу что может что-то измениться меня это расстраивает если бы я чувствую ее заинтересованность финансового благополучия нашей семьи то было бы совсем другое дело как минимум психологически на фоне этого у нас серьезные разногласия я не думаю что в трудный момент смогу на нее рассчитывать и я возможно ее в чем-то недооцениваю не оказывая ожидаемой поддержки и наши отношения охладевают и рушатся хотя она говорит что не боится остаться без денег не пропадет и при необходимости найдет выхода работу верится с трудом но может именно в такой ситуации и взгляды поменялись бы в мою сторону прослушайте пожалуйста на эту тему как бы вы поступили в подобной ситуации что изменили бы думаю я не одинок и во многом ваш ответ будет полезен мы планируем иммигрировать оба этого хотим я готовлюсь уже несколько лет учу язык и вообще многое из того как вы характеризуете идеального иммигранта в нас есть как бы эта проверка не подорвала окончательно наш союз я мечтаю встретиться с вами вживую пожать вашу руку и может быть оказаться по ту сторону экрана всех благ и здоровья спасибо ну что же мы очень ждем что Михаил окажется по эту сторону экрана все ребята на него посмотрят и на супруга тоже но если мы про деньги говорим понимаете как получается если есть семья то есть такая вещь как бюджет в семье и либо они вместе контролируют как-то участвовать либо кто-то один берет на себя значительную часть а иногда и целиком мы знаем такие пары где вот один полностью там всем занимается а другой вот спроси его про деньги он даже не знает где ключ лежит понимаете там сейфа домашнего и так далее поэтому это все вопрос такой как бы внутренний значит в данном случае что я вижу что он как бы это все делает но у них явно нет договоренности вот грубо говоря так жена не признает за ним что он ведет учет и он ведет эту важную работу и он как бы не получает с ее стороны правильной оценки понимаешь то есть когда он говорит ей я хочу знать на что деньги потрачены да он ведет бюджет в бюджете есть статьи расходов на это на то на десятое и двадцатая и он хочет контролировать что происходит с бюджетом жена ему говорит ой ты такой мелочный да при чем тут это в конце концов ну понимаешь что я вижу в этом что у них нет договоренности что он делает важную работу он ее делает поскольку он дотошный он аккуратно и такой вот сюда и вот вот я чувствую этот недоговоренность между ними дальше что бывает если мы смотрим вперед например на иммиграцию значит у него хорошая профессия денежная вот он там хорошо зарабатывает он и здесь будет хорошо зарабатывать и получается так он сегодня обеспечивает семью до рождения детей после рождения детей у его жены абсолютно нет какого-то внешнего стимула изменить свое отношение к деньгам вот есть тумбочка она в тумбочке берет ей говорит она что ты тратишь и она говорит так же как он говорит она она же не выкидывает их в помойку она тратит на дело но может быть она не оптимально тратит ну так она не оптимально тратит в конце концов но что-то сказать действительно вот единственное что здесь а я еще не закончил так вот попав в эмиграцию они могут продолжить эту линию он может обеспечивать семью так и она будет вот так же примерно как сейчас где-то так видать каких-то облаках значит может финансовых облаках может быть наоборот она себя найдет чем-то детки подрастут они уже слава богу 6 лет это не не год не два и она начнет чем-то заниматься если она будет заниматься чем-то что ей нравится и удовольствие приносит жизни там наверное денежка какая то есть хотя трудно как бы так заранее говорить единственное что меня беспокоит вот в этом накапливается недовольство понимаешь у нее у недовольство ей у нее наверное накапливается недовольство им потому что он что-то к ней цепляется она не подчеркнет не хочет и вот эту часть от как-то разобрать тем более на психолог слушай она же она же должны и эзотерические какие-то этом наклонности и так далее она должна была бы хорошо это дело разрулить так такое у меня чувство вот это и он тоже говорит я боюсь как бы союз не рухнул понимаешь свет со своей стороны давай ну я бы хотел сказать что семья давайте посмотрим на семью не как союз просто двух любящих людей а на семью как некоторую систему которая предназначена выживать как-то и вы как любой системе как любом бизнесе да в семье есть экономические вопросы которые каким-то образом должны быть решены бюджетные да должен быть механизм зарабатывания денег и механизм их распределения и в разных семьях действительно это происходит по-разному в одних семьях один человек зарабатывает деньги и для него это в порядке вещей что жена эти деньги тратит да потому что есть некоторый механизм по которым эти деньги расходуют какой-то баланс налажен очевидно это молодой человек как раз он говорит идет вам про звучало слово я веду учет расходов очевидно он занимается вопросами планирования расходирования денег в семье мало того что он зарабатывает на액 же и занимается вопросами планирование и как любой здравомышлящий человек до который живет от зарплаты до зарплаты он распределяет вот эти деньги на сновoys они уходят вот эти деньги у вас на коммунальные услуги уходят вот эти деньги там на кружки д intra детей и получается такая история что если жена не вписывается в эти бюджетные траты, которые он запланировал, то здесь возникают всякие конфликты. То есть он бы на это деньги не потратил. И в этом смысле очень важно, чтобы люди обсуждали, если речь идет о каких-то значительных тратах, то очень важно совместным решением понять, что эта трата необходима. Не может один человек из семейного бюджета, который уже заранее спланирован, взять какие-то значительные суммы денег и потратить на что-то такое, пускай даже необходимое, но не оговоренное. Это может быть и незначительная сумма, но он говорит, что она не оптимально тратит. Еще раз, может быть в семье какая-то необходимая вещь, сколько бы она ни стоила, но, например, сегодня не время ее покупать, потому что это все равно каким-то образом скажется на распределение вот этих средств. Ну, миллион ситуаций может быть. Может быть миллион ситуаций. И, конечно, прежде всего вопрос стоит в том, чтобы позитивно переговорить друг с другом на эту тему. Конструктивно. Да, значит, вопрос здесь в другом, что получается так, что вроде бы у молодого человека есть желание поговорить, а жена как бы это все отвергает. И вот здесь я считаю, что это очень не такой серьезный камень преткновения, потому что если в семье идут разногласия по финансовым вопросам, то а как понять, эта семья может существовать или нет? То есть либо кто-то из них должен поступиться чем-то, да, прийти, они должны к какому-то компромиссу, который будет приемлем для обеих сторон, иначе семья не может существовать. Вот это недовольство, которое накапливается, это очень плохо, и оно со временем в критической ситуации, а эмиграция, безусловно, является стрессовой и критической ситуацией, это может вылиться совершенно неожиданной вещью. Давай, Свет, я скажу два слова для супруги его. Я уже говорил на эту тему, но я еще раз повторю. Мы очень наблюдаем часто в эмиграции, и не в эмиграции тоже. Мы наблюдаем, что вот женщина, так, полагается на мужа в смысле добывания денежки, причем она как бы могла бы делать карьеру, но она по тем или иным соображениям не делает. Либо она говорит, я посвящаю вот свою карьеру там мужу, чтобы он делал, а я буду дом, семья там и так далее. Либо она говорит, ну если муж зарабатывает, мне это чего напрягаться, правильно? Дальше наступает такой момент, проходит какое-то время, ну там дети подросли, а бывает, что и не очень даже подросли. Но в какой-то момент вдруг выясняется, что не делая карьеру, ну дело не даже в деньгах, как в деньгах, но все равно, вот как бы не зарабатывая, не став тем, кем она могла бы стать профессионально, какого-то уровня, она перестает быть интересной мужу. И мы часто видели, как разваливались семьи на этой почве. Я хочу сказать, что ей самой на самом деле тоже важно, важно было бы как-то вот профессионально определиться, нет? Я хочу сказать вот что, и мы уже неоднократно об этом говорили, что есть такое понятие баланс отношений «давайте брать». И вот этот баланс, он может выполняться в самых разных формах. То есть, например, один человек обеспечивает финансовое благосостояние семьи, а второй в ответ берет на себя что-то еще. Но это что-то еще должно быть эквивалентом в семейном плане, на большой картине, оно должно быть эквивалентом тому, что один человек приносит деньги. Поэтому получается такая история, что заниматься эзотерикой замечательно, заниматься психологией замечательно, и саморазвитием тоже замечательно. Но на маму хорошая. Мама хорошая, замечательно. Важно то, чтобы у обоих было ощущение того, что они находятся в балансе отношений «давать брать». Но это не то, что сейчас происходит. Это не то, что сейчас происходит, потому что то, что происходит сейчас, есть дисбаланс, и мужчина считает, что она где-то не додает. И вот это вот может стать очень серьезной причиной, потому что действительно союз распадется, и он уже это чувствует. Мне на самом деле очень не нравится фраза, когда он говорит, что у меня нет уверенности, что в критической ситуации я могу на нее положиться. Да. Понимаешь? Дело в том, что семья – это ячейка, это союз, это финансовая структура, если хотите, в которой люди могут друг на друга положиться. Не только в финансы? Нет, нет, я говорю, это союз, это ячейка, и в том числе финансовая структура, в которую люди могут друг на друга положиться. Там, где начинаются сомнения в этом деле, понимаете, там начинает разваливаться семья. Так, не надо так. То есть это нехорошо. Нет, ну еще раз, для того, чтобы, так, для того, чтобы, как бы, жизнь требует не только слова, жизнь требует поступков каких-то, да? И если до настоящего времени, как бы, такой вот момент не представлялся, то, как бы, хочется иметь уверенность, что что-то такое не случится. Потому что одних слов недостаточно. Очень многие вещи, Света, очень многие вещи тянутся и тянутся и тянутся до тех пор, пока в какой-то стресс не попадаешь. Да. И вдруг в этом стрессе – бах! И ты перестаешь узнавать человека, которого ты знаешь, там, 30 лет. И вдруг ты совершенно другой человек, оказывается. И вы знаете что? Я вам хочу сказать, опять вот Миша скажет, что мы там возвращаемся к векторам и так далее, но дело все в том, что вот как раз именно в этой ситуации вот эти вот вектора, про которые мы много говорим, да, они могут как раз помочь в чем-то, в каком плане? Знание векторов. Да, понимание себя. Они могут помочь вот в каком смысле. Если вы пройдете, например, тест, и у вас окажется какое-то количество, у жены, например, да, или у супруга, окажется какое-то количество векторов не принятых, да, то имейте в виду, что в стрессовой ситуации эти вектора проявят себя самым ярким образом. Да. И зная, какие вектора у вас не приняты, вот это как раз и будет вашим камнем преткновения. Это то, на что вы можете рассчитывать, когда вы приедете в страну, например, у вас будет нехватка денег, и нужно будет взять часть работы на себя, и это будет очень стрессово. Или это дает тебе инструмент к тому, что у тебя есть над чем поработать. Да. Но обязательно, что здесь важно, вот что здесь важно, вот этот наш разговор мы ведем к чему? Не к тому, чтобы констатировать, что ребята находятся в ситуации довольно сложной, а к тому, чтобы все-таки им немножко проявить осознанность, да, и переговорить с друг другом на эти темы, и сказать, давайте мы выработаем какую-то общую платформу, на которой мы стоим, и как мы будем действовать в каких-то ситуациях, потому что уже у них брак выдержан временем, да, это уже 6 лет, это уже срок. Нет, детям 6. Детям 6, они уже знакомы. Да, не больше, а один с ним знакомый. Да, значит, выработать некоторую общую платформу, которая будет принята... В деньгах. Вообще, у них, наверное, есть еще какие-то другие вопросы, где есть недовольство. Она недовольна тем, как он это делает, ведет хозяйство. На всяком случае, выработать некоторую структуру. Я вам скажу, что у нас по жизни возникали неоднократно такие ситуации, вот когда нужно было расставить какие-то точки и принять какие-то решения, но это можно сделать только в разговоре, то есть вот просто взаимное недовольство, да, если один что-то отрицает, а другой что-то хочет свое протолкнуть, не работает. Обе стороны должны в голове своей сказать, да, мы сейчас садимся, мы обсуждаем и вырабатываем совместную какую-то стратегию, что очень важно, потому что если мы разойдемся недовольными друг другом, да, то это приведет только к разрыву. Я могу сказать, что при всем при этом бывают ситуации, ты говоришь, они должны обсудить. Бывают ситуации, когда обсудить не удается, потому что один из двух, а может, его бы сразу, значит, они говорят, я с тобой над темой говорить не буду, потому что ты, в общем, не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Вот ты придираешься, ты слишком мелочный, да, и пошло и поехало. Ну, есть темы, есть темы, понимаешь, финансовая состоит. Ну, тем не менее, тем не менее. Но дело в том, что финансы – это очень такой краеугольный камень. Вот мне понравился тезис насчет того, что она растет, и собой занимается, и медитирует. Это все замечательно. И, в принципе, вот такой богемный образ жизни, когда люди медитируют, они могут себе это позволить только в условиях, когда у них есть финансовая какая-то поддержка. Если финансовой поддержки нету, то, ей-богу, будет не до медитирования, а будет просто пойти заработать там, ну, чтобы детям купить, покушать что-то. Поэтому это просто от хорошей жизни. Ну, правильно, но вопрос в том, что, видишь, как он говорит, я в ней не уверен, как она себя поведет. Притом, что она способна, видишь, она закончилась отличием университета. Ну, это, знаешь, как это я ничего не говорю. Она способна. К чему-то, к чему-то способна, к чему-то нет. К ней люди тянутся, у нее есть, значит, у нее есть замечательные совершенно навыки. У нее есть очень много для того, чтобы, например, хорошо зарабатывать, если бы у нее встал вопрос хорошо зарабатывать. У нее есть таланты определенные? Конечно. Мы не можем об этом судить вообще никак. Насчет талантов. Потому что без желания никакие таланты не таланты. Если у нее нет желания зарабатывать, она считает, что деньги это вообще бренности, о которой не нужно даже думать. Вот они есть или их нет. Ну, в том мире, в какой они есть, что она будет думать. Вот именно. Я тебе об этом говорю. Поэтому о таких талантах идет речь, когда человеку не интересно это все А неинтересно ему просто потому, что у него есть все Вот у него есть прожиточное минимум, которое, в принципе, его устраивает Я, Светочка, тебе скажу, что есть так много людей, которые хотели бы, а таланта нет, понимаешь? А у нее обратная ситуация Тот, кто ломится даже без таланта, понимаешь, он куда-то да проломится Важно желание и мотивация А если у тебя нет ни того, ни другого, ни желания, ни мотивации То ты можешь медитировать, но непонятно, что ты будешь бушить Поэтому, ребята, не хотелось бы, чтобы вы оказались в такой ситуации, когда вы будете проверять все на деле Вы можете искусственным образом смоделировать такую ситуацию Например, вы просто будете... Ну, я тебе скажу, как Вот сейчас вы живете, у вас какой-то бюджет запланированный Урежьте этот бюджет вдвое, попробуйте прожить на эти... Ну, вдвое это... Еще раз, неважно, в половину, в третье Так, чтобы вам этих денег не хватало Остальные копите на отъезд Это тоже важно, да, иметь какую-то базу с собой приехать С какими-то деньгами Тем более, что у вас есть на что откладывать Попробуйте вписаться в эту сумму, чтобы у вашей супруги появилось немножко больше мотивации И как-то включаться в процесс Это если она захочет играть в эту игру Потому что она может сказать, что я должна себя ограничить, когда у нас есть... Ну... Это должно быть желание Правильно, но если желания нет, тогда уже серьезно подумать, стоит ли я играть Давай исходить вот еще Вот из того, что он такой, как он есть Жена такая, как она есть Вот, допустим, им не удается найти взаимопонимание в этом смысле Но у них двое деток замечательных, он ее ценит как маму Давай так Нет, еще раз говорю, если нарушен баланс отношений, давайте брать Этот брак обречен просто Баланс отношений, если он нарушает... Все браки, которые существуют, ты считаешь, они все в балансе, да? В каком-то да Если нет баланса, он просто разрушается Они могут существовать То есть один человек постоянно думает, что он что-то не додает А второй думает, у него свои претензии в этом возникают И все, разваливается Но он, может быть, ее примет такую, как она есть Без того, чтобы... Баланс Без того, чтобы... Ну, подожди, баланс Он может изменить свое представление о балансе Он может сказать, она мама хорошая Она растит деток Она интересный человек Наверное, девочка красивая, симпатичная Там и так далее То есть... Ну, есть что-то, что она ему дает Он, может быть, слишком многого от нее хочет Понимаешь, принять человека таким, как он Это же тоже с возрастом приходит, с мудростью Правда? Ну, еще раз Работаете над отношениями, да? Да Работаете Но, может быть, даже это не так трагично Если он будет относиться к этому отношению Его отношение к этой части их взаимодействия Понимаешь, оно создает вот этот конфликт Можно сказать А может он себя изменить, чтобы не обращать на это внимания? Вот дело в том, что есть мужчины разные Есть мужчины, которые, например, женятся и говорят Так, жене, значит, ты не работаешь Ты только занимаешься мной, детьми и хозяйством А я приношу деньги в семью И это их позиция, это у них в голове, да? И они с этим идут И это как бы для них нормальная история А в данном случае мы видим, что это не так Ну, хорошо, значит, ладно, Свет Я думаю, что мы, в принципе, поговорили, да, на тему? Да, да Я очень-очень желаю ребятам, чтобы у них все было хорошо И я чувствую, что оба нетривиальные Смотри, вот и девочка такая И он мифи закончил Тоже не каждый поступит И не каждый закончит И работают серьезные вещи Ну, все они будут хорошо Если они осознают ситуацию Они совершенно очаровательные ребята Будут двигаться на встречу друг к другу Да, и детки хорошие Свет, ты представляешь, что такое иметь хороших деток? Вот, и, господи, боже мой То есть у вас так много есть Может быть, вам хочется больше Но, в общем, есть что ценить Есть что ценить И есть ради чего Как бы строить отношения хорошие Чтобы все было здорово Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому